баночки там у меня миндаль сладкий 6 штучек потом вот видно абрикос маньчжурский аморфа кустарниковая магнолия кобус орех зибальда так что черемуха виргинская но это так здесь у меня груша собирал сам городе так вот сладкий миндаль 6 семечек значит 2 1 вот хотя вот две треснутые всего 4 практически проросших значит просто вот так углубляю чуть-чуть 1 сантиметров 5 10 значит надо будет еще как-то подумать чтобы отпугивать мышей не знаю давайте так на бок положил ничего у меня такого нет типа бензина керосина может каких-то углей головешек человеческих запахов не придумал в общем что-то надо будет сделать 6 стучек миндали миндаль сладкий это давайте тоже на бок положим сверху еще замульчирую сеном сейчас чтоб чтоб она не подсыхала ну и все по по опыту домашних всходов он сходит быстро дней пять так что когда я деле через весь и приеду он уже должен зайти если его мыши и белки съедят орех зибальда собран прошлой осенью в уссурийском районе приморья положил холодильник на стратификацию 15 февраля на данный момент вчера их достал есть четыре штучки проросшие так вот самый проросший вот выглядит вот так самого края разместим вот этот тоже видите треснутый так здесь мне показалось тоже вот тоже треснутый четыре треснутых ну и три давайте так вот к нему и там нам из было тринадцатом еще остались так тоже не глубоко собственно на пол ореха втыкаем и чуть-чуть присыплем чтобы он не засох и надо конечно хотя так я делаю в домашних условиях в открытом грунте можно поглубже чтоб не засох хотя я все равно замульчирую ну и желательно тоже от мышей попробовать чем-то отпугнуть вот так вот сеном потом я сейчас вернее не потом а прямо сейчас замульчирую чтобы они не высохли и потом еще сквозь сено полью чтоб не засохло то дождя сегодня не обещают здесь у меня семечки груши сам собрал в городе дикое типа уссурийская значит собрал в конце сентября в конце октября собрал и просто положил в холодильник потом в конце 22 октября достал семечки положил в холодильник и потом уже 26 марта достал положил их влажный мох и вот смотрите проросли на мху так просто их туда разбросая их тут ну не знаю сколько их тут штук штук 20 наверно в общем присыплю чуть-чуть и замульчирую сеном как вот всю остальную грядку аморфа кустарниковая собрана в хабаровске осенью прошлого года 2 марта положено в холодильник вот этот влажный песочек что-то не простает обычно аморфа густо прямо так растет примерно 20 штучек тут ну ладно значит просто как-то видимо вот так я ее разбросаю не видно семечек там обычно аморфа так густо и хорошо растет но эти почему-то не проросли и все сейчас присыплю и замульчирую сеном будем смотреть зайдете что не зайдет здесь у нас магнолия кобус собрана осенью прошлого года в районе владивостока примерно 10 штучек так я их должен был даже их не написано холодильники лежат они у меня ну наверное месяца два потому что пришли они мне но уже зимой и и надо бы конечно подольше стратифицировать видите они не проросли ну давайте чтобы их было лучше видно примерно 10 штучек вот терненькие просто воткну может быть кто его знает зайдут дома она у меня в горшках растет не помню только чья поставки тоже зависит конечно же но я сертификации то я еще осенью заложил больше не вижу но их тут что вместе и было кобус одна из морозостойких магнолий поэтому шанс что она у нас здесь приживется есть единственная она будет конечно в первое время первый год-другой укрывать но сначала надо чтобы она проросла поэтому давайте пожелаем ей удачи радости солнышко влаги и не прощаемся так ну и напоследок у нас тюрему хавергинска из казани 17 января была заложена на стратификацию вот в этот песочек она не проросла как видите ну я с прислал мне черемуху бесплатно принципе она у нас и у нас здесь растет это не редкость но в общем то очень интересно первых она может быть у них другая александров посеять семенами очень интересно так немножко так утрамбуем как бы утопчем где-то их поплотней или скрою еще возьму засыплю порядка закончилась неожиданно ну ладно я почти все уже посадил значит если вам интересно мои эксперименты посадками семенами у меня они очень много есть на другом моем канале называется живой сад и огород ссылку я вам если нужно скину смотрите там все что я экспериментирую не все все что хоть как-то получается там я выкладываю что я не знаю 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 что я не знаю